Приветствую всех зрителей у себя на канале. Некоторое время назад на Алиэкспресс я заказал достаточно большое количество всяких разных модулечков, в том числе и для зарядки литий-ионных, литий-железо-фосфатных аккумуляторов, всякие разные мелкие преобразователи и модули для постройки пауэрбанков. И вот сейчас перед вами один из самых современных и дорогих таких модулей, который сам по себе стоит около 15 долларов, это без учета доставки. Модуль построен на базе чипа IP2362 и является синхронным понижающим преобразователем. Здесь у нас имеется двунаправленный Type-C, на котором мы получаем по протоколу Power Delivery около 100 Вт. То есть вот эта крохотная плата обеспечивает нам 100 Вт. И этих 100 Вт достаточно для зарядки ваших смартфонов, ноутбуков и более прожорливых потребителей. Здесь обеспечивается большинство современных протоколов. В общем-то, крутая, высокоэффективная, с очень высоким КПД схема за счет именно синхронного преобразования. Помимо микросхемы мы видим также четыре мощных MOSFET транзистора. Здесь имеется светодиодная индикация процессов. В этой части у нас построен небольшой источник питания для системы управления. С другой стороны мы видим парочку конденсаторов, которые немножко пострадали во время транспортировки, но я надеюсь на работу это не повлияет. А также огромных размеров дроссель. Эта плата, соответственно, здесь подключается аккумулятор, здесь выход. Эта плата может работать с литиевыми аккумуляторами от 2 до 6С, с некоторыми нюансами, о которых чуть позже поговорим. Но сама по себе она обеспечивает защиту для аккумуляторов частично. Тут можно выставить лимиты по напряжению входному, но для того, чтобы все это работало полноценно как пауэрбанк, к вашему аккумулятору нужна отдельная система BMS. Давайте сейчас рассмотрим основные характеристики, на что способна эта плата. Чуть позже я именно подключу, уже во время тестов мы поймем. Важно понимать, что это 100 Вт. Power Delivery, разные напряжения, в зависимости от того, сколько запросят ваше устройство, этот модуль может выдавать. Сейчас я хочу рассмотреть вот такую небольшую табличку, которая поможет в деле настройки этой платы, конкретно под ваш аккумулятор, под ваши нужды. Соответственно, на плате у нас имеется большое количество всяких разных резисторов, которые пронумерованы. И вот эта табличка у нас показывает, что нужно поменять, какое сопротивление, каким должно быть для того, чтобы получить те или иные параметры от нашей платы. Итак, этот модуль может работать как с классическими литий-ионными, так и с литий-железо-фосфатными аккумуляторами. Резистор R2 должен быть разомкнут, и в этом случае плата работает с литий-ионными аккумуляторами. Вот здесь давайте только это я покажу, а дальше уже по листку именно. Вот R2 по умолчанию у нас вот он здесь разомкнут. Соответственно, эта плата сейчас работает с литий-ионными аккумуляторами, точнее будет работать, когда мы подключим аккумулятор. Это важно. Далее, резистор R7. Резистор R7 задает количество последовательно включенных, чтобы там работали определенные защиты, количество последовательно включенных литий-ионных аккумуляторов или же литий-железо-фосфатных, если вы перевели в режим работы с литий-железо-фосфатом. В случае сопротивления 6,2 кОм плата работает с 2С-сборками, то есть 8,4 В входное питание или напряжение аккумулятора. 9,1 кОм 3С, ну и соответственно до 6С. Но с учетом того, что если вы планируете эксплуатировать с сборками 5, ну даже можно от 4 сказать, да, от 4 до 6С, необходимо поменять один стабилизатор с маркировкой 6201, а точнее ME6201. Вот он этот стабилизатор, который питает систему управления. Дело в том, что для него максимальное входное напряжение 16, ну 18 вольт по даташнику заявлено, но не советую больше 16. Ну и соответственно, если у вас сборка, значит, 5 и 6С, ну при 4С это плюс-минус нормально будет работать, но для страховки советую именно для 4С тоже поменять этот стабилизатор. То есть меняем резистор, меняем стабилизатор. Так, далее резистор R5 это параметр по емкости. Эта штука будет мониторить ваш аккумулятор и можно вручную задавать именно емкость аккумулятора, с которым будет работать эта плата, чтобы индикация более корректно работала. В этом случае играемся с сопротивлением резистора R5. В случае, если у вас емкость аккумулятора 5 Ач, резистор R5 6,2 кОм. В случае, если, допустим, 25 Ач, 30,9 кОм. Это то, что указано, это все вот указано на страничках продавцов. Резистор R4 у нас задает напряжение окончания заряда на одну ячейку. Если вы хотите, чтобы ваши литий-ионные аккумуляторы, ну конкретно вот именно нужно определиться, во-первых, у вас литий-железо-фосфат или литий-ион, если, соответственно, литий-ион резистор R2, о котором ранее говорили, разомкнут. Если литий-железо-фосфат, замкнут. И вот верхняя табличка, так сказать, показывает напряжение, до которого будет заряжаться ваш аккумулятор. В случае, если резистор R4 7 имеет 7,5 кОм, аккумулятор будет заряжаться до 4,15 В. Если 20 кОм и выше, то 4,4 В. Оптимальная, как мы знаем, это 4,2 В. По умолчанию так и есть, но рекомендуют именно немножко недозаряжать аккумуляторы, чтобы увеличить их срок службы. Вообще, желательно аккумуляторы заряжать до 80-85%. Это резким образом увеличивает их срок службы. Мы сейчас именно говорим о литиевых аккумуляторах. Итак, то же самое. Те же вот лимиты по напряжению, но только уже в случае литий-железо-фосфатных аккумуляторов. То есть, когда у вас перемычка или резистор R2, установлена перемычка или это все замкнуто. Ну, оптимально это 3,6-3,65 В для литий-железо-фосфатных аккумуляторов. Есть также и резистор R3, который задает или ограничивает максимальную мощность. Максимальную мощность можно задать от 20 до 100 Вт. Соответственно, ток тоже можно от 1 до 5 Ампер выходной ток. Но я думаю, что приводить параметры резистора R3 для определенной мощности не имеет смысла, потому что такие платы, когда мы покупаем, то хотим получить от платы все, что она может дать. То есть, максимальные эти самые 100 Вт. А здесь по умолчанию уже эти 100 Вт есть. То есть, ничего корректировать не нужно. Вряд ли кто-то будет ограничивать мощность до 20, например, Вт. Я немножко ошибся в прошлых дублях, указав, что это понижающий преобразователь. На самом деле, это понижающий повышающий преобразователь, который может на выходе выдавать те самые 20 Вольт при входном питании 3С, 4С лития. Но необходимо учитывать то, что чем меньше питающее напряжение, тем больше тока будет потребляться от аккумулятора для того, чтобы получить на выходе 20 Вольт 5 Ампер. В общем, с данным раскладом плата рассчитана для 4С сборки. Я сейчас подключил на вход этой платы лабораторный источник питания, на котором установил 16,2 Вольта. Хотя это напряжение не полностью заряженной 4С сборки. И в целом, как уже сказал, с учетом максимального входного напряжения 18 Вольт для мелкого стабилизатора, в общем, 4С немножко-немножко рискованно. Хотя, может, и безопасно, не спорю. Нулевой ток потребления практически. Сейчас подключаем USB-тестер. Вот засветились огоньки. Так, сейчас делаем мониторинг протоколов и посмотрим, какие протоколы эта штука поддерживает. И вот сразу видим Power Delivery 100 Ватт. Power Delivery 3.0, 100 Ватт. Есть. Так, Quick Charge 2.0, 3.0, все поддерживается. Вот это все, все, что зеленым, это поддерживаемые данным модульом протоколы. Перешли мы в режим Power Delivery триггера. Здесь тестер нам дает понять, что помимо остальных напряжений, здесь максимум у нас доступно 20 Вольт при токе в 5 Ампер, что безусловно круто. Пришла пора нагрузить наш модулёк, сделать замер КПД и в целом понять, есть ли тут заявлены 100 Ватт. Входные данные у нас показывают мультиметр и амперметр лабораторного источника питания. То есть, мультиметр подключен непосредственно к выходу и показывает входящее напряжение. А ток будем измерять, исходя из показаний амперметра лабораторного источника питания. Выходные параметры будет показывать электронная нагрузка. С ее помощью мы нагрузили наш модулёк. Здесь задействована четырехпроводная схема включения, но компенсируется только падение напряжения или потери в целом на проводах нагрузки. А помимо этого у нас три USB соединения, плюс ко всему сопротивление кабеля этого USB. Он у меня довольно хороший, но все же. Это все мы компенсировать на данном этапе, к сожалению, не можем. Если бы я, конечно же, не поленился, измерительные провода можно подключить непосредственно вот сюда к модулю, и все было бы гудо в таком случае, но я человек ленивый, уж простите. Так, значит, 20 Вольт на выходе, вот в данном случае уже модуль работает на повышение. 20 Вольт на выходе мы имеем. Итак, начинаем. Включаем. Включаем нагрузку. Ток я установил 2 А для начала. Все нормально. Просадка напряжения есть, но этим можно пренебречь, ссылаясь на именно потери на соединениях. 15,94 входное напряжение, 2,66 А входной ток. На выходе мощность 39,3 практически Ватта получается. Вот на нагрузке, думаю, будет видно. Ну и увеличиваем. Давайте сразу мелочиться не будем. 5 А. Это максимум для данного модулячка. И мощность на выходе, обратите внимание, 95,9 Ватта практически. Так, по входу 15,55 напряжение, 6,68 А входной ток. Держит. Все нормально. Ну и давайте еще догрузим его, но уже с мелким шагом. 5,3 А держит. 5,4 А держит. 5,5 А тоже держит. Круто. И все, уже просадка жесткая пошла. Это вентиляция на ЛБП. Ограничивается мощность. До ухода защиты здесь замигало и все. Отключим. Ну, 5,5 А он держит. Вот именно с таким раскладом при выходном токе 5 А, напряжение 19,2 Вольта и в целом мощность 96 Ватт, мы получаем КПД в 91%. Если бы мы учитывали также и потери, которые есть на всех соединениях и на проводе, то, думаю, под даже до 95% КПД здесь бы было. Так что модуль работает достойно и имеет очень высокий КПД. Итак, я запустил практически минуту назад на токах 5 А, то есть максимальная мощность. Хочу оставить это в течение минут 20, и затем с помощью тепловизора проверить все составляющие на нагрев. Буквально только что сработала какая-то тепловая защита. Я успел сделать замер тепловизором до отключения. И я даже не уверен, защита ли это. Потому что, судя по температурам, которые я здесь намерил, правда, не на всех компонентах, здесь, в общем-то, очень даже все жестко. Вот это то, что у нас на том самом стабилизаторе. Ребята, здесь 153 градуса. Вот буквально до отключения это все работало. Работало прекрасно, никаких вопросов. Ну, а вот такие огромные температуры имеют место быть. Вот здесь 149 показывает. Поэтому, в случае именно 4С, я настоятельно, опять же, рекомендую поставить другой, ну, либо эксплуатировать 3С. 84, 85, вот здесь даже 95 под транзистором. На полигоне, как бы, сам корпус транзистора 84. Но, в принципе, это для них достаточно, скажем так, небольшая температура. В закрытом корпусе, конечно, будет больше. 80 градусов сама микросхема IP. Далее, вот это температура дросселя 84, 83 градуса. А вот 71 градус нагрелся конденсатор. Другой конденсатор, так, 67-68 градусов. Я при том приклеил вот такую штучку, потому что поверхность конденсаторов блестящая, чтобы ничего с ними не случилось. Сейчас я попытаюсь перезапустить, посмотрю, может быть, там действительно что-то сгорело. Перезапуск питания ощутимого результата не дал. Сейчас я вот, значит, подключил зарядку, чтобы снять плату с защитой. Но ничего не происходит, помимо мигания одного из светодиодов. А также на лабораторном блоке питания время от времени что-то плата потребляет. Вероятно, какой-то опрос батареи делает. Не знаю, не могу сказать. Или же тот самый стабилизатор, он у нас действительно сгорел. Пока что плата горячая. Я сейчас, пожалуй, отключу питание, отключу все. Дождусь некоторое время и еще раз все это дело попробую. Вот, собственно, виновник торжества, как ранее говорил, это микросхема ME6201. От индекса зависит выходное напряжение стабилизатора, это линия иная микросхема. И в данном случае индекс 50. Это означает, что выходное напряжение фиксированное 5 вольт. У меня таких не нашлось, но нашлось кое-что получше. Такая же микросхема, такая же цикалевка, маркировка, в принципе, но только в данном случае 6203. Она у меня уже более высоковольтная, до 30 вольт. Выходное напряжение опять составляет 5 вольт тоже, то есть индекс 50. Вот я ее уже установил, подключил, проверил, все работает. Сейчас я давайте продемонстрирую все это дело. Вот подключено к лабораторному источнику питания. Давайте возьмем USB шнурок, подключим в тестер и все это должно автоматическим образом запуститься. Да, так и есть. Вот там на лабораторном блоке питания по токам потребления видно. Так, давайте убедимся, что здесь, да, Power Delivery работает. Все нормально, 20 вольт модуль выдает. То есть уже эта штука у меня более высоковольтная. Спокойно можно питать вот там 5S даже. Ну и 4S спокойно, без проблем. 5S и даже 6S. Но нужно понимать, что линейные стабилизаторы, на них выделяется тепло в зависимости от входного-выходного, разницы входного-выходного напряжения. Это тепло будет больше. Соответственно, этот момент, советую обратить на этот момент внимание, мониторить температуру, чтобы повторно эта штука не сгорела. То есть по напряжению она может и будет никаких проблем. Вот эта заводская тоже как бы по напряжению мы подавали меньше, чем максимальное ее входное напряжение. Но, скорее всего, микросхема сгорела из-за перегрева. Подведу итоги. В целом, плата понравилась. Это синхронный, высокоэффективный преобразователь, при том повышающий, понижающий. Довольно широкий диапазон входных напряжений. А на выходе мы получаем 100 Вт. И, учитывая то, что здесь поддерживается большинство протоколов быстрого заряда, эта штука может заряжать абсолютно любые гаджеты, вплоть до ноутбуков. Из недостатков замечу только то, что вот эта микросхема, которая запитывает систему управления, линейная микросхема, нагревается. Об этом уже было сказано. Притом нагревается так сильно, что может сгореть. Здесь я бы все-таки поставил другую микросхему, аналогичную этой, но в более большом корпусе. Правда, нужно ее будет уже каким-то образом приспосабливать. Но или же сделать теплоотвод получше. Конечно, здесь можно что-то приклеить, какой-то теплопроводящий изоляционный материал и поверх поставить небольшой алюминиевый радиатор, что улучшит условия охлаждения. А так, в целом, штука хорошая. Также недостатком, пожалуй, является цена. И я думаю, что даже для такого крутого модуля, с учетом именно количества компонентов, с учетом всего остального, кстати, плата здесь заявлена многослойная. Конечно, многослойные платы дороже. Но все же, я думаю, 15 долларов – это немножко чересчур для подобной штуки. Но, конечно же, все решает конечный потребитель. На этом, друзья, у меня все. Не забываем оценить данное видео, подписаться на иные мои ресурсы. Все необходимые ссылки найдете в описании. До новых встреч. Пока.